Здравствуйте дорогие друзья! Итак, представляю вам еще одну сковородку фирмы Биол. Это чугунная сковородка, сделана по старым советским ГОСТам. Она годится абсолютно для любого источника тепла, которым вы пользуетесь в повседневной жизни, начиная от галогеновых ламп и заканчивая обычным костром. Сковородка имеет следующие характеристики. Я их вам дам примерно, потому что измерить идеально точно, к сожалению, не представляется возможным. Итак, сама стенка примерно 4 мм, толщина дна примерно 3,5 мм, но думаю, что не больше. Ребро гриля, высота ребра гриля примерно 2,5 мм. В том месте, соответственно, где есть ребро, ну порядка, наверное, 5-6 мм высота. Дальше. Сковородка имеет литую ручку с одной стороны, а с другой стороны ушко. Литё очень качественное, как обычно. На задней части есть логотип фирмы Биол. Сковородка имеет размеры. Как указано в инструкции, вот этот наружный диаметр, он у них 28 см, но реально больше. Почти что, 29 см. А внутренний диаметр около, то есть самой жарящей поверхности, порядка 26 см. Ну там плюс-минус, но не меньше, чем 56 см. К сковородке идёт крышка. С этой крышкой очень удобно работать. Точно знаю, что крышка из чешского стекла. Ну, пожалуй, всё. Когда вы будете выбирать, что вам взять, или сковородку Биол, или сковородку фирмы Ситон, то, и вам скажут, что между ними нет никакого различия, тут не совсем точная информация. Значит, если вы посмотрите, то вот эти вот ребра гриль, они у сковородок Биол закруглены сверху. То есть они вот как бы, ну, вот такие вот ровненькие, ровненькие и не острые. У сковородки типа фирмы Ситон, они прямоугольные. Вот это, пожалуй, одно отличие, которое я нашёл между этими сковородками. Вот, пожалуйста, то, о чём я говорил. Посмотрите, вот это вот ребра гриля у сковородки фирмы Биол, а вот это вот цыплятница фирмы Ситон. Видите, здесь они прямоугольной формы, как бы остренькие такие. Но что это влияет, что это даёт, я сказать не могу. Что та работает хорошо, что это работает хорошо. То есть, в принципе, наверное, между ними отличий никаких нет. Вот на этой сковородке фирмы Ситон я обычно жарю цыплят. Она большая, 34 сантиметра. А на этой сковородке я делаю стейки. Ну и, конечно, я догадываюсь, что у многих из вас есть желание посмотреть, как же на ней всё жарится. Поэтому мы сегодня пожарим на ней стейки. Напоминаю вам, что это говядина, нарезанная толщиной по 3 сантиметра. И она только смазана ароматизированным оливковым маслом. И больше ничего, ни посоленная, ни поперчённая. Мы её выкладываем на сковородку и удерживаем на одной стороне 4 минуты. На сильном жаре. Затем переворачиваем, опять удерживаем, значит, 4 минуты. Потом переводим половину нагрев. И удерживаем, ещё доводим по 4 минуты на слабом нагреве. Если вы хотите посмотреть полностью видео, как готовится стейк, то ссылочка сейчас будет наверху. Вы сможете это сделать. Дорогие друзья, вот это промежуточный результат. Мы пожарили на одной стороне, на сильном жаре 4 минуты. И перевернули на вторую сторону. Ну и я вам покажу то, что получилось в итоге. Всё, мы практически на финишной прямой. То есть я обжарил с двух сторон по 4 минуты на сильном жаре. Перевёл на слабый жар. Обжарил с одной стороны 4 минуты. И когда я обжариваю на второй, на последней стороне 4 минуты, то я сковородку накрыл вот этой стеклянной крышкой, которая с ней идёт в комплекте. Это создаст такую паровую атмосферу. И горячим паром эти стейки дойдут до полной идеальной готовности. И только сейчас мы можем стейки посолить, положив на них предварительно кусочек сливочного масла. Во-первых, это добавит вкуса. Во-вторых, снизит вот эту тёрпкость и такие ощущения от этой твёрдой корочки, которая получилась при зажаривании. Ну и, конечно же, поперчить. Лучше всего я вам советую использовать мельничку, потому что свежий душистый перец, он намного качественнее, лучше он придаст вам больше вкусовых ощущений приятных. Ещё, друзья мои, считается, что стейк до сих пор готовится, хоть он уже лежит в тарелке, он ещё горячий. И поэтому, чтобы остановить приготовление, вам нужно сделать разрез посредине. Когда вы сделаете этот разрез, вы заодно и посмотрите степень прожарки стейка. Ну и, конечно, у некоторых из вас возникнет закономерный вопрос. Как её потом отмыть? А очень просто. Значит, дайте остыть, чтобы она, во всяком случае, была тёпленькой. Налейте в неё воды и пусть она постоит немножко, ну где-то полчасика-часик. Произойдёт гидролиз, это взаимодействие воды с жиром. И, поверьте мне, вы потом её под краном очень легко отмоете, даже в тёплой воде. В крайнем случае, примените какое-то моющее средство. Только, пожалуйста, ни в коем случае не используйте абразивные материалы. Ну, там типа вот этих, знаете, шкурок всяких и так далее металлических. Поэтому только какой-то мягкой, тёплой поверхностью с моющими средствами она у вас прекрасно отмоется. Но с крышкой вообще проблем нету. Крышка моется любым моющим средством. После того, как вы её вымыли, вы её можете вытереть или просто поставить на слабенький огонь и просушить, как говорится, на огне. И всё. На этом я заканчиваю видео, друзья. Если у вас будет вопрос по поводу этой сковородки, пожалуйста, пишите мне. Я с удовольствием вам на них отвечу. Они сейчас кругом есть. Они есть во всех магазинах. Просто вот любые магазины на Украине, какой они возьмите, там, которые торгуют посудой, чугунной, там есть эти сковородки. Всё вам доброго и до новых встреч. До свидания.